Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, на связи компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас будет крутейший обзор двухкомнатной квартиры. Поехали! Итак, друзья, как я уже говорил ранее, это у нас двухкомнатная квартира, где все работы мы выполняли под ключ. Начиная от разработки дизайн-проекта, всеми отделочными работами, и дальше приступила команда работать по установке мебели. Поехали обо всем по порядку. Сейчас мы находимся в прихожей. По стенам у нас во всей квартире уложен декор, имитация у нас бетона. У него будет у нас два вида. И еще, что самое примечательное в данной квартире, то, что по дизайн-проекту у нас на потолке точно так же уложен декор под бетон. Еще здесь одна из таких небольших фишек, которая недавно совсем только вошла в моду ремонтов, это у нас есть плинтуса, но фактически плинтусов у нас не видно. Вот, допустим, как вот на этом примере. Видим, у нас фактически плинтус есть, но он спрятан в стеночку туда, углублен. И сам плинтус тоже был сверху нанесен у нас декором, бетонным, бетонным декором, декором под бетон. Друзья, это у нас зона прихожей. Как видим, у нас здесь подвесная тумба есть и за моей спиной речки. Это имитация дерева. Вот сверху над ней крючочки, куда можно будет повесить верхнюю одежду. Также у нас имеется шкаф, куда можно будет спрятан в эту одежду. И ниша, где можно поставить обувь. Если вы уже заметили, у нас в ремонте черные розетки и выключатели. Забыли. Дизайнер здесь на славу потрудилась и совместила очень классные, брутальные цвета. То есть здесь у нас бетон, здесь у нас черный, здесь у нас присутствует под дерево коричневый цвет. Здесь также у нас есть видеодомофон от компании Tantos. Он завязан у нас с площадкой и завязан у нас с улицей. То есть через видеодомофон мы будем видеть, кто к нам собирается прийти в квартиру. Итак, друзья, входная дверь у нас также менялась. Она у нас необычная. Да, то есть видим шикарная ручка у нас у входной двери. Большая, длинная, высокая, толстая, впрочем, мощная. Вот. И нет у нас стандартной ручки открывания, дверь открывается просто толканием. Два замочка у нас, нижняя замертка и основная сверху сувальный ключик большой, длинненький. Так, друзья, когда дверь была установлена, аж тукатурена от косики, да, то есть все было сделано, была уложена последняя плитка, вот, и сделан красивый стык между коробкой и самим порогом. Да, то есть у нас плиточка аккуратно зарезанная и сделано все аккуратненько в цвет герметика. Почему герметикам они фугой? Потому что при закрывании двери, дверь дает вибрацию и фуга со временем может рассыпаться, а герметик он более эластичен, да, и будет играть у нас как демпфер. Так что обязательно эти вещи делайте именно герметиком. Основное полеопроведение в прихожей и на кухне, но, естественно, в ванной комнате, это у нас крупноформатный керамогранит. Он черного цвета, да, он с такими вот разводами. И, кстати, вот сейчас буквально мой оператор думал, что вот эта вот штука, это все грязь, да, то есть чтобы мы не подготовились, как бы, что здесь у нас не чисто, а это все грязно. Но на самом деле это у нас такая классная плитка, да, вот смотрите, она везде у нас здесь с такими вот красивыми разводами. Вот, так что это плитка. Также в прихожей у нас присутствует группа из зеркал, да, то есть угол у нас обыгран с помощью зеркал, и то есть в любом месте даже несколько человек у нас может там причесаться, навести марафет, и все это дело, в смысле зеркала, посвечивается у нас вот такими вот красивинными светильничками, да, то есть у нас палочки, с одной стороны они посвечиваются. И, кстати, этот свет у нас запитан со светом полок шкафа. Итак, в прихожей у нас два больших шкафа, да, вот один шкаф, и вот у нас второй шкаф. Здесь у нас отсек, где есть множество различных полок, здесь у нас отсек, где спрятана наша вся электрика, да, и отсек для верхней одежды, то есть каких-то там курток и так далее. Так, все у нас висит. Видим, все в черном исполнении, в стиль общего дизайна. Щиточек я уже вам показывал, кнопочка нажимаем у нас, открывается. Здесь у нас слаботочка размещается, то есть будет стоять модем, сверху у нас основные будут размещены силовые приборы, отключения. Забыли сделать, забыли сделать наклеечки. Человек не будет знать, что за что отвечает. Что за что отвечает, мы будем делать. Также сверху у нас в атифонах есть вот такая вот полочка, куда можно будет поставить коробочки с обою. Как-то не у меня дома ставят там коробочки с обою. Те, которые часто пользуешься, которые часто стоят в гардеробной, которые тоже в коробочках. Вот так вот. Смотрите, какой у нас классный отсек, да, который по этой свече разделяет у нас две зоны шкафов. В одну можно поставить какой-то декор и хранить свои какие-то вещи по приходу оставлять здесь. Например, вычет машину. Ну, здесь, конечно, точно так же за у нас. То есть места предостаточно в прихожей для того, чтобы что-то хранить. Кстати, в этом шкафу у нас полочки, они у нас выезжают, да, то есть сюда можно что-то поставить и задвинуть, чтобы это все не мешало. Вот так у нас каждая полочка с доводчиками все выезжает, все доезжает. Круто же. Во всей квартире мы собирали потолки из гипсокартона, да, и дизайнер заложил у нас двери от самого пола до самого потолка. То есть громадные, здоровенные двери, наверное, 2,70 они у нас высотой. Одна будет в спальню и одна будет у нас в... Спальню, по-короче, попозже. И одна будет у нас в ванную комнату. Также у нас в прихожей, как вы заметили, уже все в одном стиле, да, у нас есть вот такая вот подвесная тумба, вот, с фасадом, на которую нажимаешь и идет открытие, то есть, опять же, система для хранения чего-то. Расчетки, например. Друзья, основное освещение в нашей квартире, это у нас трековый свет, да, то есть это трековая система, которая монтируется на стадии сборки потолков из гипсокартона, вот, и в этот трек можно вставить различные светильники. У нас это тонкие свящиеся полоски, которые можно регулировать направление свечения, вот. Так, в данном случае у нас в основном в треке длинном, да, стоит три светильника. Можно добавить, можно убавить, в зависимости от вашего желания. Если что, у нас есть видео, которое мы уже снимали с нашим дизайнером о трековых светильниках, так что будет здесь, 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 здесь где-то в подсказочках у вас. Можете нажимать и смотреть, кому интересно, как выбрать трековое освещение. А мы двигаемся дальше. Наш угол, как я уже говорил, он обыгран с помощью зеркал, да, то есть и зеркала между собой стыкуются. Между зеркалами обязательно соблюдается зазор, хотя бы в миллиметр, для того, чтобы, когда будет у нас расширение, чтобы зеркала не паскалывают друг друга. Вот, поэтому при монтаже зеркал это одно из важных условий. Друзья, все наши двери, они так же, как и стены, так же, как и потолок, покрыты декоративным покрытием, да, имитация бетона, либо же травертина. Вот, на самом деле, очень брутально классно смотрится. Итак, друзья, ванная комната, здесь у нас совсем другой вид плитки, он тоже крупноформатный, керамогранит, но немножко другой цвет. То есть в коридоре у нас был матовый, здесь у нас глянец. И, как всегда, высший пилотаж, да, два напольных покрытия в одном уровне с переходом через силикон. При входе нас встречают красивенные откосы из керамогранита. Наружные углы также красивенько были все запилены. Сейчас вам покажем. И заделаны, кстати, эпоксидной фугой. Итак, друзья, вернемся немножко назад. При входе и по всей квартире у нас остановлены вот такие вот датчики. Это регуляторы для теплого пола. Вот сейчас. Сейчас мы выставили температуру 24 градуса для теплого пола. Чтобы проверить, как это работает, вот уже температура начала подниматься. Потому что вначале напольное покрытие было у нас 18 градусов. Сейчас уже пол подогрелся до 23 градусов. И начинает температура расти. Ногам сейчас будет уже нам комфортно, не холодно. Так что пару минут и пол прогреется. Также на этом проекте мы занимались подбором всех материалов. И в данном случае, смотрите, какой шедевр от компании Magroid. Это у нас ластильский производитель, полотенцесушитель фирмы Inara. Если кому-то нужно будет, можете спрашивать, не связаться. Можете заказать у нас. Мы с удовольствием вам данную продукцию предоставим. Это полотенцесушитель на 3 секции. Сверху с крючками. То есть крючочки для того, чтобы повесить полотенце. Есть еще, можно докупить крючочки. Они ставятся здесь. Можно еще снизу. Короче, добавить эти вещи для того, чтобы повесить полотенечко чуточку ниже Inara Magroid. Есть. А что, реклама, что ли, уже не поймал? Ну, чуть-чуть, да, почему нет. Мне нравится просто для него. У меня с моду в моборце стоит полотенчик только не черный. Двигаемся дальше. Дальше у нас в нашей ванной комнате присутствует отдельная большая душевая кабина, которая разделена на стекло. Сейчас, давай. Как всегда, и эта боль, наш строителей, нас, отделочников, в квартире всегда практически приходится делать вот такой вот подиум для душевой кабины. Потому что у нас стояк канализации находится очень высоко. И, соответственно, не хватает нам места, чтобы правильно разместить трап для того, чтобы вода уходила у нас нормально. Поэтому приходится делать вот такой вот подиум. Но, в данном случае, я думаю, что она никак не испортила этот красивый ремонт. Далее у нас в нашей ванной комнате присутствуют вот такие полочки. Это выполнено все также из плитки. То есть делалась ниша, потом делались отдельно полочки, собирались и сюда все это дело монтировалось. То есть у нас четыре полочки, куда можно будет поставить наши душевые все принадлежности. Присутствует у нас дверь. Вот такая ремонт. Дверь ездит у нас по штанге. То есть штанга закреплена у нас на основную стену и прикреплена к торцу к нашим перегородкам. Опять же, никак это дизайнерское решение не испортило этот ремонт, а еще только более подчеркнуло красоту этой ванной комнаты. Кстати, друзья, ванная комната это единственное помещение в данной квартире, где мы выполнили парящий потолок. То есть что такое парящий потолок? Это когда основной потолок не касается у нас стен, а между стеной и потолком присутствует у нас ниша. И эта ниша у нас, кстати, везде в периметру, она у нас подсвечивается. Как я и говорил ранее, мы комплектовали этот проект полностью всеми материалами. И в данном случае представлен сантехника по фоне, которую мы поставляем из Италии. Это очень классная сантехника, да, то есть есть ее много разных видов. Здесь представлено черненькое, леечка ручная, да, сместитель на два режима, который включает леечку и тропический душ. Я, например, начинаю мыться под тропическим душем, когда я прихожу домой, я включаю тропический душ и стою тут. Кайфую, короче. Дальше, друзья, у нас есть троп, да, троп у нас, сейчас попробую достать, троп, да, вот с такой полосочкой, то есть это у нас тоже плиточка, которая вырезается ровненько, да, и вкладывается, вклеивается и зафуговывается, досиликонивается. Вот, вкладыш достается для того, чтобы прочистить потом нам, если вдруг забился, троп. Также под душевой очень важно сделать правильный разуклон к тропу, то есть независимо от того, в какой точке вы вылите воду, даже в самом экране у вас вода в плавнике должна скатиться к тропу, а у самого тропа уже плиточку нужно красиво зарезать, да, и уложить, то есть сделать углончик чуточку больше, как сделано вот здесь. А также у нас есть большой умывальник, красивый черный умывальник, да, с подвесной тумбой. Тумбы у нас на две шуфляны выездных, вот, в тумбе специально сделан у нас вырез под сифон, да, то есть чтобы тумба нормально открывалась и закрывалась, точно так же вот такие здоровейнейшие тумбы. Вот дерево, вот, встроенный смеситель, вот компании по фоне, да, и рядышком есть у нас панель управления из выключателей и розетки. Выключатель у нас выключает подсветочку, подсветочку из рахау и самих полочек. Вот, например, вот так вот, полочки и наши светильники и потолок. Зеркало у нас большое с подсветкой, над инсталляцией нет ничего лучше, чем разместить шкафчик, либо же, в данном случае, открытые полки с подсветкой. Сантехника у нас вся черная, вы уже видите, да, кнопочка, тисе на инсталляцию, тоже класс, светильнички, абстракция такая, да, дизайнер постаралась для того, чтобы создать такую вот геометрию из светильников. Вот, на лентозе места хватает, да, то есть даже если присесть, вот, у нас место шикарно, кому интересно, здесь все открывается, все закрывается, места хватает. Стиральная и сушильная машина, хорошая очень машина, одна на одной, то есть, когда постирали, сразу же переложили в сушильную машину и все это дело постирались. Также у нас здесь присутствует система хранения, да, кстати, там же, в этой системе хранения, мы розеточки сделали для подключения стиральной и сушильной машины вдалеке. Сделано это было для того, чтобы, если вдруг вам нужно экстренно отключить стиральную машину, не нужно было там ничего двигать, а просто открепли крышечку, дверцу, достали вилочку и все, у вас окей. Унитаз, как видим, черный, с крышкой плавного опускания, не бойтесь черных сантехники, черных унитазов, все же красиво. Также в самой ванной комнате у нас расположены еще два дополнительных выключателя, это дополнительно можно играть с освещением в самой душевой, то есть захотели, можно оставить только поречь каталог, подсветку, захотели, можно оставить только точечное освещение, либо же все вместе. Также у нас, я не знаю, заметили, не заметили, присутствует система вентиляции. Естественно, это вентилятор, который у нас также в черном цвете. Итак, друзья, по ванной комнате закончили, двигаемся дальше. Хочу обратить ваше внимание, многие боятся узких коридоров, и часто у меня спрашивают, какой напольный, по какому лучше выложить, то есть, если это крупноформатная плитка, и у нас, допустим, узкое пространство, не будет ли это некрасиво? Ребята, вот смотрите, пожалуйста, на пол, у нас крупноформатная плитка, метр двадцать на шестьдесят, и идет плиточка цельная, одна за одной, смотрится просто бомбезно, вот так вот. Не надо бояться таких решений, а смело можно покупать и укладывать в узкие коридоры. Как я и говорил уже, по стенке у нас идет декоративное покрытие, и смотрите, также у нас идет имитация рейки, которая тоже точно так же покрыта у нас нашим декоративным покрытием под бетон. По правой стороне от меня вклеено большое от пола до потолка, ну, точнее, скажем так, от плинтуса нашего до самого потолка, глянцевое черное стекло. Это вот такое дизайнерское решение. Я говорю, девочка, молодец, очень круто она постаралась над тем, чтобы положила душу в этот проект. Результаты, думаю, вам нравится, ну, по крайней мере, я в очень большом восторге от того, как это получилось. У нас здесь также реализована система хранения, да, то есть в гостиной. В черном профиле дверца открывается и получаем доступ к полкам. То есть сюда, опять же, можно что-то поставить, что-то положить, и для того, чтобы это не пылилось, не мешалось, можно это дело закрыть. Опять же, реализована, кстати, не самым дорогим способом, то есть здесь у нас обычная ламинирная ДСП, да, и черная фурнитура, недорогая. Вот, а смотрите, как круто это смотрится. Внутри, кстати, опять же, тот же крупноформатный керамогранит. У нас гостиная граничит с кухней. Сразу немножко я расскажу о гостиной. У нас большое угловое помещение, да, здесь у нас стоит здоровенный, красивый, в классном цвете диван, да. Стоит он на обалденной, классной уложенной елочкой, паркетной доске, которая граничит с керамогранитом нашим. Как всегда, стык сделан без каких-либо порожков, сделан идеально. Шов между основным напольным покрытием, доской, либо ламинатом, и плиткой керамогранитом, и любым другим напольным покрытием, делайте минимум 5 мм. Не стремитесь вы к этому минимализму, потом пострадаете. Это я вам из опыта уже говорю. Вот этот вот стык, вот этот вот шов должен быть минимум 5 мм. Слушайте меня. Дальше, как я говорил, у нас здоровенный диван, да, на котором можно будет комфортно присесть. Здесь есть также подушечки, их, я думаю, еще добавиться будет намного больше. Вот, и у нас есть зона ТВ, то есть места предостаточно, как на диване, для того, чтобы смотреть большой телевизор. Я думаю, 65 здесь будет висеть минимум. У нас 165 по диагонали телевизор, так что пребывание, свой досуг, можно будет красиво, красочно скрасить. Друзья, также у нас присутствует кондиционер. Было принято решение разместить его именно здесь, и в этой комнате, потому что, в этом углу, потому что граничить недалеко с окном, чтобы ввести на ровный блок. У нас присутствует два окошка. Окошко есть у нас скос, да. То есть сетов в квартиру поступает, в принципе, из этих окон много. И для монтажа кондиционера было идеально, потому что трассу ввести недалеко. Кондиционер у нас работает как на обогрев, так и на охлаждение. То есть если там будет жарко, можно будет охладиться. Только пришла осень, дожди, сыро, холодно. Пока топлива нет, можно будет обогреться с помощью данного кондиционера. Друзья, также на всех окнах мы заменили подоконники. Хоть эта вещь у нас и скрывается за шторами, но вот смотрите, у нас подоконник и, опять же, под дерево. На каждом окошке были заменены. То есть мы демонтировали старые, выровняли ровненько площадочку под окном и смонтировали тогда наши новые красивые подоконники. Друзья, точно так же, в очень хорошем решении, в своих ремонтах мы применяем это практически постоянно, если заказчик не против, размещайте в каждом откосе розеточку. Это очень нужная вещь. Как минимум новогоднюю иллюминацию подключить, у вас уже будет здесь питание. Так что в каждом откосе размещайте хотя бы одну розетку. У меня дома по две в каждом откосе. Кстати, ниша карниза у нас также присутствует. То есть, видите, у нас тюль и шторы свисают прямо из потолка, и карниза у нас не видно. То есть у нас присутствует карнизная ниша по всему периметру. И, соответственно, они от самого потолка до самого пола. Друзья, это у нас зона, где будет размещаться телевизор. Вот дизайнерам было принято решение сделать такую подвесную конструкцию, которую мы в последующем уложили керамогранит, то есть со всех сторон. Здесь у нас такая пустота, то есть эффект парящий получился. Точно так же в керамограните у нас сделана вот эта вот тумба. Она собрана из гипсокартона и облицована вся плитка, в которую мы вмонтировали вот такой потрясающий камин от компании Dimplex. Камин у нас имитация настоящего. То есть красиво смотрится. Кстати, он у нас и звук должен издавать еще. Подтрескивание дерева. Сейчас. Выдешь хорошо. Также основное покрытие для стены. Здесь было выбрано MDF, да, и имитация рейк под дерево тоже сделана из MDF, либо DSP можно делать. Вот, ламинировано. Смотрится очень круто, брутально, подчеркивает, придает изюминку вашему интерьеру. Не надо мне писать в комментариях, что уже рейки, заезженная тема. Смотрите, как это круто смотрится. Также трековое освещение у нас здесь основное, которое подсвечивает зону телевизора. Дизайнерская задумка была так, что оно будет переходить на стену, что в принципе и происходит. Светильнички можно ставить разные. Светильники эти бывают разные у нас длины. Вот, регулировка, наклон, освещение и так далее. То есть это по желанию уже клиента можно поменять. Из кухни, как я уже говорил ранее, у нас идет керамогранит, который толстая полоска огибает всю гостиную. А в центре, где основная проходная зона, мы уложили паркетную доску елочкой. Итак, друзья, двигаемся мы в кухню. По кухне у нас сразу же обеденная группа расположена. То есть небольшой круглый стол, 4 стулья. Все опять же в цвет дерева. То есть здесь у нас стулья из натурального дерева сделаны. Наш круглый стол. И смотрите, какая шикарная получилась по звуке дизайнеров кухня. У нас встроенный холодильник. То есть фасад у нас окрашены по кухне. С ламинацией деревянных. Вот, фасад. На самом деле кухня получилась на моем видении очень удачной. Почему? Потому что очень много места получилось. Кухня у нас под потолок. Видим с имитацией крыши такой, да. То есть кухончики выпустили часть черного материала, да, сверху. И тем самым подчеркнули изюминкой данной кухни. По рабочей зоне у нас фартух, керамогранит. Столешница у нас из искусственного камня. Вот. Снизу у нас будет место для мусорного ведра. По усмотрению заказчика не было здесь предусмотрено измельчитель пищевых отходов. Я считаю, эту вещь уже нужно ставить. Я пользуюсь этой данной вещью уже года 4. Очень нравится. Поэтому в своих ремонтах я рекомендую поставить здесь измельчитель для пищевых отходов. Да, немного занимает место, но приятный мусор у вас в квартире станет намного меньше. Очень удобная вещь. Кстати, опять же, по измельчитель пищевых отходов у нас есть уже видеообзор. Так что, опять же, сверху мы поставим вам ссылочку для видео. Столешница у нас из искусственного камня. Раковина мойка кухон у нас также черная из искусственного камня. Смеситель у нас двухрежимный. Один просто у нас режим, да, второй будет режим на пищевую воду. То есть, опять же, очень удобно. Кто не покупает воду, а хочет пользоваться сразу стационарно, ставим фильтр обратного осмоса. У нас там места хватает. И, соответственно, пользуемся фильтрованной питьевой водой. Также у нас здесь есть место для дозатора жидкого мыла. По кухне у нас здесь внизу идет подсветка, которая включается на рабочей зоне. То есть, включение-выключение происходит именно здесь. Можно по-разному реализовать данное решение. Можно сделать сенсор, но можно сделать с пульта. Здесь уже на ваш выбор, как вам будет удобно. В данном случае у нас здесь клавиши. Здоровенные, опять же, фасады. То есть, у нас внутри вся система хранения посуды. Опять же, все в черном цвете. То есть, все ДСП у нас с ламинацией и в черном цвете вся бутенка. Здесь у нас на типонах. Видим, установлена у нас вытяжка. И, опять же, кухончики обыграли так, чтобы осталось место нам поставить еще что-то на самой вытяжке. Под варочной поверхностью также у нас присутствует отдел, где вилки-ложки у нас находятся. Все, естественно, на доводчиках. Фасады, кстати, видим фрезерованные. То есть, ручки нет. Ручка отфрезерована в МДФ и окрашена. По каждой этой. Очень много, на самом деле, здесь систем хранения. Открывается другой ящичек. Все доезжает. Закрывается. Здесь, опять же, можно хранить какие-то сковороды. Здесь же у нас духовой шкаф. И микроволновка. Где накрывать? Как открывается кровавка? Офигеть! Вы видели? Нет, вы это видели, бляха-муха? Нифига себе. Вот еще раз. Смотрите. Офигеть! Такого даже у меня нет дома. Класс! Класс! По системе освещения. Естественно, подсвечивается отдельно у нас обеденная зона. То есть, на столе у нас небольшая люстра, которая дает достаточно света, для того, чтобы комфортно себя чувствовать, когда принимаете пищу. Основная же зона проходит у нас трековое освещение. И здесь у нас, кстати, те треки, которые регулируются направления. Хотите в одну сторону, хотите в другую, хотите по центру. Сейчас покажу. Друзья, и обязательным условием, когда установлена кухня, и когда стоит у нас уложен рабочая зона фартух, обязательно никаких уголочков, а обязательно делаем красивенькие, тоненькое примыкание из герметика, для того, чтобы вода туда не затекала. Всегда берите этот способ на лоджии. Никаких уголочков, никаких плинтусов, ничего. Только силикон. У нас в квартире также присутствует одна лоджия. Там практически мы ничего не делали, то есть только уложили керамогранит и покрыли стены декоративным покрытием. Также установили розетки-выключатели. Освещение, кстати, у нас такие вот бочоночки висят, спотики свисают, смотрится красиво. Здесь потом уже заказчик сам решит, что ему здесь делать. Так, ну что, друзья, двигаемся в нашу крутившую спальную комнату. Погнали! Так, спальная комната, дверь, как я уже говорил ранее, в потолок, и как мне нужно покрыть черную ручку. Находим. Итак, друзья, это спальная комната. Здесь по стенам уложен также декоративное покрытие, только немножко в другом цвете, более темном. То есть, видите, темно-серый здесь у нас и с этой стороны, вот если на контрасте показать, коридоры основной стен у нас светло-серый. Темно-серый мне немножко больше нравится, оно как-то брутально так смотрится. Вот. Стены в декоре, но потолок при этом остался в том светлом декоре у нас под бетон. В данной спальной комнате реализована отдельная своя гардеробная, да, то есть вот такая прямичка она смещается. И в данную гардеробную можно зайти и получим доступ к системе хранения наших вещей. Полочки у нас все подсвечиваются, да, также у нас есть вот такие уж штуки, которые выдвигаются, да. То есть для обуви, сюда складываем обувь, нужно, зашли, обулись, в чистенькое, и вышли. Стены также у нас декоративного материала, присутствует большое длинное зеркало от самого плинтуса до самого потолка. То есть пришел, приоделся, заправился, красавчик и пошел. Спасать мир. Открытые полочки у нас присутствуют, да, и также присутствуют закрытые полки. То есть на кипонах опять же нажимаем, отъезжает, все у нас открывается, получаем доступ к шуфлядам. Там не можно хранить нижний блюл и так далее. Четыре полочки у нас здесь такие, но дальше показывать не будем. По полу, как и положено, в спальных, гостиных и так далее, уложено у нас теплое напольное покрытие. Это у нас паркетная доска той же елочкой. Кстати, вот можно закрыться, если что. Если вдруг нужно. Отбойнички установлены, все нормально, декоративное покрытие не повредится. Друзья, это у нас была наша гардеробная. Кстати, я думаю, многие мечтают иметь в спальне отдельную гардеробную. Если это так, пишите мне комментарии, пожалуйста. Хотели ли вы себе такую, либо какую-то другую гардеробную лично свою в своей спальне. Двуспальная большая кровать, вот у нас еще матрас, еще в пленочке. Прикроватная тумбочка, опять же, на тумбочках все у нас выезжает. И, естественно, как и положено, около каждой стороны с одной и с другой у нас проходные выключатели, которые регулируют освещение, то есть двухклавичные, и брашку для каждого свою. Вот. С этой стороны один выключатель, стоит там называть спиной, другой выключатель включает ту-ра. Также у изголовья кровати мы собрали конструкцию из гипсокартона. Отфрезеровали этот гипсокартон, сделали там такую скрытую полочку, нишу, и уложили туда диодную подсветку. Все, естественно, опять же, в этом декоре. Покажу, как получается. Памс. Вот, видите, красота. подсвечивается, бетончик у нас, гладенький, приятный за ощупь. Очень классно. Прям круто, я прям кайфую от результата. Класс. Опять же, рейки наши на стене, это имитация у нас дерева, хотя это ламинированное ДСП. Смотрится четко, смотрится красиво. Вот, у нас здесь многоступенчатая, как я уже говорил, такая тумба висит, подвесная. Здесь столик, где девушка может все красить, там что-то подкраситься и так далее. Опять же, система хранения присутствует, нажимная, все на доводчиках закрывается. Зеркало просто клеилось на стену, то есть, не делалась никакая ниша, а именно от старышницы до потолка вклеено зеркало. Чуть не упустили еще один важный момент по данной спальной, то, что снизу полочки также подсвечивается, да, то есть, вот подсвечку включили и все видно. Для чего спросите вы? А вдруг там грязно? Вдруг там мусор? Как убрать? Не видно, а так включил? Видно и красиво. Итак, друзья, вот такой классный ремонт, по моему мнению, у нас получился. Оставляйте, пожалуйста, комментарий, как вам наше исполнение и, в общем, задумка дизайнера. На дизайнера я также оставлю ссылочку под видео. Под видео, короче, будут ссылочки в моем инстаграм, в нашей компании. Так что, делитесь, пожалуйста, впечатлением, пишите нам комментарии. С вами был, как всегда, Андрей Лоскович. Мы делаем лучший ремонт, поставляем сантехнику, занимаемся оконными фильтрами, короче, всем-всем подбором, мебелью и так далее. Так что, вам точно к нам. До новых встреч. Я чуть не заменил с вами переделиться, что в данной квартире была реализована такая штука, как мастер-выключатель. То есть, что это такое? Это один выключатель и, например, вы, уходя из дома, всегда забываете что-то выключить, какой-то электрический прибор. Так вот, мастер-выключатель не даст вам этого забыть. То есть, вы уходите, нажимаете клавишу и все розетки, все приборы обесточиваются, кроме, например, холодильника и модема. С помощью одной вот такой вот клавиши. Так что, пользуйтесь лайфхаком. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok